всем доброе утро мои дорогие добро пожаловать ко мне домой я всем вам очень рада меня зовут ирина я рассказываю цветах цветах в интерьере хочу сегодня поговорить о папоротниках о том нужно ли подкармливать именно домашние папоротники в частности мои нефролиписы и конечно показать вам свою новинку очередной филдендрон из голландии и спросить вас может быть кто-то узнал в нем признал какой-то сорт потому что я его купила как просто без названия гибрид и не потому что я не спросила потому что садовник из голландии вы знаете я рассказывала иногда покупает цветы совместной покупки с девочками из голландии у нас саратове на фотографии выглядит очень симпатично но живьем в принципе неплохо так вот даже садовник написал просто гибрид филдендрон гибрид мне он показался достойным моего королевского внимания с чего начнем давайте с папоротников вишенку на тортик оставим попозже на потом в принципе чего не говорить о нефролиписах я прощу их на вырост есть у меня задумка я вам говорила да вот посмотрите мне кажется невооруженным глазом виден новый прирост как-то резко подняли свои ваи сочные зеленые заметно вам посмотрите мне кажется раньше не так было я прям сегодня вышла и так резко удивилась это к вопросу о том стоит ли подкармливать папоротники потому что во многих источниках естественно в интернете сказано что папоротники в принципе кормите не надо только хуже делать а я думаю ну откуда брать питательные вещества витаминки для роста и опять же я же хочу монстров чтобы они свисали над столом чтобы были длинные ваечки свисали и я на свой страх и риск но где-то начиная середина весны сейчас покажу конечно азот а так как я вовсе не химик и не ботаник и все у меня так же как и на кухне происходит на глаз сразу вспоминается нехороший анекдот рассказывать не буду все помнит вот смотрите я чередую вот есть вот такая вот у меня бочка и 4 ведра гумат азота ребят действую чисто по наите здесь на микробов написано я практически даже не читаю иногда в общем на глаз по наите где-то утром вот этот пузыречек крышечка половина крышечки на лечку домашнюю не уходит и так как чтобы азота было слишком немного еще какие-то были вещества фертика люкс сама обычно и брызгаю вот такой вот брызгалка самый обычный из под какой-то химии домашней ну потому что жара не су-светный хочется им влагу создать и быть такой вот прям прирост пошел конечно для растений лучше не докормить чем перекормить это всем известно так же хочу вас предупредить что вы не подкармливали на сухую землю когда растение пересохло естественно когда болеют тоже нежелательно ну и когда вы только пересадили молоденькое растение ему хватает питания лучше дождаться когда она будет взрослым когда как вы почувствуете сами она истощится нечем будет питаться он захочет так сказать кушать и вот тогда по наите а наите я вам скажу придет а может быть и не придет я думаю все с опытом это все со временем придет также как любая женщина готовит на кухне мы всегда знаем сколько надо картошки и капуста на определенную кастрюлю для щей также с удобрениями мой вывод можно летом и нужно кормить папоротники в частности нефролеписом конечно малютки не закружу я вас малютки вот такие вот как вот я вот здесь вот пестою своих новичков крокодил и вот этот голд конечно ни в коем случае я их не кормлю на перх они малышки во вторых там свежая земля и все у них есть но сейчас потрясу камеру в такую жарище вот там они мне на керамзите там прям налита вода если вам видно я делаю вот так на стенке аквариума много я создам там влажность вот этим тоже регулярно достается вот так и даже вот так вот там новый прирост платицериум если я говорю о саккулентах мой гипноз то платицериум заставляет меня вечно встать здесь просто замираю в оцепенении как мы не действует какая связь с космосом идет у меня все слишком много говорю побежали к по партнеру к филдендрону на полы еще раз говорю не смотрите стертый лак каждый раз говорю не знаю зачем извиняюсь неудобно конечно как будто грязный выглядит вот он красавец на стол давайте возьмем кто-нибудь кого-нибудь признал в нем вот сейчас поставлю вместе с этой бегонии листадой да посмотрите как они играют вместе потому что вот этих листочков такая вы заметили светлая симпатичная прожилка в принципе чуть ли не за ее за нее одну я его и приобрела не похож на другие и вот так рядом листада заиграла похоже да но мне как любитель декорировать взгляд притянула сразу пересадил конечно не выдержал тут же свой горшок коричневых не оказалось нашла белый что совершенно не мое но вот так вот временно спрятал сюда в кашпо самодельное кустовой насколько я понимаю вот видите стоял вытянулся в одну сторону это так сказать неприглядная сторона ну вот так богато богато здесь еще я выбрала внизу вот эти гниющие желтые всем сильно полила зазря конечно но подсушу надеюсь не загублю вот разглядывайте потому что в одноклассниках где вот эта группа совместных закупок очень много цветоводов и так никто и не написал не откликнулся кто это такой что за гибрид я рада ему когда-нибудь же я заведу зимний сад знаете для себя поняла что не то чтобы я хочу избавиться от некоторых цветов но постепенно мы приходим к тому что нам действительно нужно а я каждый раз отталкиваюсь от того что я хочу сделать чаще всего в интерьере не потому что мне нравится тот или иной цветок а то как он зайдет ко мне как он будет вписываться что дальше с ним будет с кем он рядом подружиться будет ли это красиво гармонично стильно но и прочее прочее так вот я поняла что не потому что я люблю крупномер они мне просто нужны необходимы для создания зимнего сада я не представляю как малышки какие-то туда впишутся просто затеряются я понимаю можно в подножье там их будет в будущем куда-то сажать но пока я остановлюсь на тех кто может разрастаться кто может образовывать или лианы или кусты я говорю что я стремлюсь к ощущениям тропиков вот хочется создать дома такую атмосферу поэтому постепенно некоторые отсеиваются цветы а кто-то наоборот собирается в коллекцию конечно для таких коллекций очень удобно филдендроны не потому что они модны вовсе нет а потому что вот душа к ним тянется и они выглядят на мой взгляд очень по тропически очень экзотично и конечно разнообразие разнообразие филов только удивляет вот на сегодня наверное все да вот кто не был у меня предыдущий раз это тоже почти новинка к самоду голд почти золотой чтобы разбавить домашнюю зелень тоже необходимо флорида бьюти это филы 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 ну и там мелюзга подрастает это с балкона ампельные переехали на балконе санцепелок всех раскидал по разным углам чтобы пережить жару разговариваю с вами так как будто вы рядом со мной находится как будто подружка зашла и мы с ней просто ходим по коридору может и не слышно меня было расслабилась совсем я прижимаю вас к своей пышной груди очень трепетно к вам отношусь да опять забываю поставьте лайки если конечно вы досмотрели мне до конца пока пока